Гранс Христиан Андерсен Русалочка В открытом море вода синяя, как лепестки красивейших васильков, и прозрачная, как тончайшее стекло. Но зато и глубоко же там, так глубоко, что никакие якори не достанут до дна, и на него пришлось бы поставить немало колоколин одну на другую, чтобы верхняя высунулась из воды. На дне морском живут русалки. Не подумайте, что там только голый белый песок. Нет. На дне растут удивительные деревья и цветы, с такими гибкими стеблями и листьями, что они шевелятся, как живые при малейшем движении воды. В этой чаще шныряют маленькие и большие рыбы, точь в точь, как у нас птицы в лесу. На самом глубоком месте стоит коралловый дворец морского царя, с высокими стрельчатыми окнами из чистейшего янтаря, из кровли и из раковин, которые то открываются, то закрываются, в зависимости от прилива или отлива. Это дивное зрелище, ибо в каждой раковине лежат блестящие жемчужины такой красоты, что каждая из них украсила бы корону любой королевы. Морской царь давным-давно овдовел, и царским хозяйством заправляла его старуха-мать. Женщина умная, но очень гордившаяся своей знатностью. На хвосте у нее сидела целая дюжина устриц, тогда как вельможам полагалось только по шесть. Вообще же она была женщина достойная, особенно потому, что очень любила маленьких морских принцесс, своих внучек. Их было шестеро, и все прихорошенькие, а младшая лучше всех. Кожа у нее была нежная и прозрачная, как лепестки розы, а глаза синие, как глубокое море. Но у нее, как и у других русалок, не было ножек. Их заменял рыбий хвост. День-деньской играли принцессы в огромных дворцах, в залах, где на стенах росли живые цветы. В открытые янтарные окна вплывали рыбки, как в наши окна иной раз влетают ласточки. Рыбки подплывали к маленьким принцессам, ели из их рук и позволяли себя гладить. Перед дворцом был разбитый большой сад, в котором росло много огня на красных и синих деревьях. Их ветви и листья всегда колыхались, плоды сверкали, как золото, а цветы пылали, как костер. Сама земля там была усыпана мелким песком цвета серного пламени, и потому дно морское отливало каким-то удивительным голубоватым блеском. Можно было подумать, что витаешь высоко-высоко в воздухе, причем небо у тебя не только под головой, но и под ногами. В безветрии садна можно было видеть солнце, оно казалось пурпурным цветком, венчик которого излучал свет. В саду у каждой принцессы было свое местечко. Тут они копали землю и сажали цветы, какие хотели. Одна сделала себе цветочную клумбу в виде кита, другой захотелось, чтобы ее клумба походила на русалочку, а младшая сделала себе клумбу круглую, как солнце, и засадила ее ярко-красными цветами. Странная девочка была эта русалочка, такая тихая и задумчивая. Другие сестры украшали свои садики разными разностями, добытыми на затонувших кораблях, а в ее саду были только алые цветы, похожие на далекое солнце, да прекрасная статуя мальчика из чистого белого мрамора, упавшая на дно моря с какого-то погибшего судна. Русалочка посадила у статуи розовую плакучую иву, и она пышно разрослась. Длинные тонкие ветви ее, окутав статую, почти касались голубого песка, на котором колебалась их фиолетовая тень. Так вершины и корни, казалось, играли, пытаясь поцеловать друг друга. Больше всего любила русалочка слушать про людей, что живут наверху, на земле, и бабушка должна была рассказывать ей все, что только знала о кораблях и городах, о людях и животных. Особенно занимала и удивляла русалочку то, что цветы на земле пахнут, не то, что здесь, в море, что леса там зеленые, а рыбки, которые живут на земных деревьях, поют очень звонко и красиво. Бабушка называла рыбками птичек, иначе внучки не поняли бы ее. Они никогда в жизни не видели птиц. «Когда вам исполнится 15 лет, — говорила бабушка, — вам разрешат подниматься на поверхность моря, сидеть при свете месяца на скалах и смотреть на плывущие мимо корабли. вы увидите земные леса и города». В этот год старшей принцессе как раз исполнялось 15 лет, а другим сестрам, а они были погодки, приходилось еще ждать того дня, когда им разрешат всплыть наверх. И дольше всех должна была ждать младшая. Но каждая обещала рассказать сестрам о том, что ей больше всего понравится в первый день. Им было мало рассказов бабушки, хотелось знать обо всем на свете как можно подробнее. Никого так не тянуло на поверхность моря, как младшую сестру. Тихую, задумчивую русалочку, которой пришлось ждать дольше всех. Сколько ночей она провела у открытого окна, глядя вверх сквозь синеву морской воды, в которой стаи рыбок шевелили своими плавниками и хвостами. Она даже могла разглядеть месяцы звезды. Они, конечно, светили совсем тускло, но зато казались гораздо крупнее, чем кажутся нам. Случалось, что их заслоняло что-то вроде большой тучи. Но русалочка знала, что это плывет над нею кит или проходит корабль, везущий множество людей. Эти люди и не подозревали, что там, в глубине моря, стоит прелестная русалочка и протягивает кораблю свои белые ручки. Но вот старшей принцессе исполнилось 15 лет. И ей позволили всплыть на поверхность моря. Сколько было рассказов, когда она вернулась назад. Но больше всего ей понравилось лежать при свете месяца на песчаной отмеле и нежице, любуясь раскинувшимся на берегу городом. Там словно сотни звезд горели огни, играла музыка, тарахтели побоски, шумели люди, выселились в колокольни и звонили колокола. Ей нельзя было попасть туда, потому что ее так и манило это зрелище. Как жадно слушала ее младшая сестра. Стоя вечером у открытого окна и глядя вверх сквозь темно-синюю воду, она только и думала, что о большом шумном городе. И ей даже слышался колокольный звон. Прошел год. И второй сестре тоже позволили подняться на поверхность моря и плыть куда угодно. Она вынурнула из воды как раз в ту минуту, когда солнце садилось и нашла, что лучше этого зрелища ничего и быть не может. Небо сияло, как расплавленное золото, рассказывала она. А облака, тут у нее даже слов не хватало. Пурпурные и фиолетовые они были, они быстро летели по небу, но еще быстрее мчалась к солнцу стая лебедей, похожая на длинную белую вуаль. Русалочка тоже поплыла была к солнцу, но она погрузилась в море, и на воде, и на облаках погас розовый отплеск. Еще через год всплыла на поверхность моря третья сестра. Это была смелее всех и поплыла в широкую реку, которая впадала в море. Тут она увидела зеленые холмы, покрытые виноградниками, дворцы и дома, окруженные красивыми рощами, в которых пели птицы. Солнце светило ярко и так припекло, что ей не раз пришлось нырять в воду, чтобы освежить пылающее лицо. В маленькой бухте плескалась целая ватага голеньких ребятишек. Русалка хотела было поиграть с ними, но они испугались ее и убежали. А вместо них появился какой-то черный зверек и принялся на нее тявкать. Да так грозно, что она в страхе уплыла. Зверек этот был просто-напросто собачкой. Но русалка ведь еще не видела собак. Вернувшись домой, она все вспоминала чудесные леса, зеленые холмы и прелестных детей, которые умели плавать, хоть у них и не было рыбьих хвостов. Четвертая сестра оказалась не такой смелой. Она держалась больше в открытом море и потом говорила, что это лучше всего, куда ни оглянись на много-много миль вокруг, только вода до неба, опрокинутая над водой. Точно огромный стеклянный купол. Большие корабли она видела только издали, и ей они казались похожими на чаек. Вокруг нее играли и кувыркались забавные дельфины, а громадные киты пускали фонтаны из ноздрей. Потом настал черед пятой сестры. Ее день рождения был зимой, и она увидела то, чего не видели другие. Море теперь было зеленоватого цвета. Повсюду плавали ледяные горы, похожие на огромные жемчужины, но только они были гораздо выше самых высоких колоколен, построенных людьми. Некоторые из них были очень причудливой формы и блестели, как алмазы. Русалочка уселась на самую большую ледяную гору, и ветер развивал ее длинные волосы, а моряки испуганно обходили эту гору стороной. К вечеру небо заволокло тучим, засветракала молния, загремел гром, и темное море принялось кидаться ледяными глыбами, которые ярко сверкали в красном свете молний. На кораблях убирали паруса, люди метались, трепеща от страха, а русалка спокойно плыла вдаль, сидя на ледяной горе и любуясь на огненной зигзаге молний, которые, прорезав небо, падали в мерцающее море. Да и все сестры восхищались тем, что увидели впервые. Все это было ново, и потому нравилось им. Но когда они стали взрослыми девушками, им разрешили плавать повсюду. Они скоро присмотрелись ко всему, что увидели, и спустя месяц стали уже говорить, что везде хорошо, но дома лучше. По вечерам все пять сестер поднимались рука об руку на поверхность воды. Они были одарены чудеснейшими голосами, каких не бывает у людей. И вот когда начиналась буря и опасность нависала над кораблями, русалки подплывали к ним и пели песни о чудесах подводного царства, уговаривая моряков не бояться попасть к ним на дно. Но моряки не могли разобрать слов. Им казалось, что это просто шумит буря. Впрочем, если бы они и попали на дно морское, им все равно не удалось бы увидеть там никаких чудес. Ведь когда корабль шел на дно, люди тонули и проплывали ко дворцу морского царя уже мертвыми. В то время, как старшие сестры рука об руку всплывали на поверхность моря, младшая русалочка сидела одна одинешенько, глядя им вслед, и ей очень хотелось заплакать. Но русалки не могут плакать. И от этого ей было еще тяжелее. «Ах, если бы мне уже было 15 лет!» говорила она. «Я знаю, что очень полюблю тот верхний мир и людей, которые в нем живут». Наконец, и ей исполнилось 15 лет. «Ну вот, вырастили тебя», сказала ей бабушка, вдовствующая королева. «Пойди сюда, надо и тебя принарядить, как других сестер». И она надела русалочке на голову венец из белых жемчужных лилий. Каждый их лепесток был сделан из половинки жемчужины. Потом приказала восьми устрицам прицепиться к ее хвосту. Это было знаком отличия ее сана. «Да это больно!» проговорила русалочка. «Ради красоты стоит потерпеть!» изрекла старуха. «Ах, с каким удовольствием скинула бы с себя русалочка все эти уборы и тяжелый венец!» Алые цветы из ее садика были ей куда больше к лицу, но делать нечего. «Прощайте!» сказала она и легко и плавно, как прозрачный пузырек воздуха поднялась на поверхность. Солнце только что село, но облака еще пылали, пурпурные и золотые, а в розовом небе зажглась вечерняя звезда. Воздух был мягок и свеж, а море словно замерло. Неподалеку от того места, где вынырнула русалочка, стоял трехмачтовый корабль с одним лишь поднятым парусом. На море не было ни малейшего ветерка. На вантах и реях сидели матросы, с палубы доносились звуки музыки и песен. Когда же совсем стемнело, корабли светили сотни разноцветных фонариков. Казалось, что в воздухе замелькали флаги всех наций. Русалочка подплыла к самым иллюминаторам кают компании и заглядывала туда всякий раз, как ее приподнимала волна. Там собралось много нарядных людей, но красивее всех был черноглазый принц, юноша лет 16 и не больше. В тот день праздновали его рождение, а то вот и на гробле шло такое веселье. На палубе плясали матросы, а когда к ним вышел молодой принц, взвелись сотни ракет, и стало светло, как днем. Русалочка даже испугалась и нырнула в воду, но скоро опять высунула головку, и ей почудилось, будто это звездочки упали с неба к ней в море. Никогда еще не видела она такой игры огней. Большие солнца вертелись колесом, великолепные огненные рыбы крутили хвостами в воздухе, и все это отражалось в недвижной светлой воде. На корабле было так светло, что можно было различить канат в его снастях, а людей подавно. Ах, как хорош был молодой принц! Он пожимал руки людям и улыбался, а музыка все гремела и гремела в тишине ясной ночи. Время было уже позднее, но русалочка глаз не могла оторвать от корабля и красавца-принца. Разноцветные огни погасли, ракеты больше не взлетали в воздух, не гремели и пушечные выстрелы, зато гудело и застонало само море. Русалочка качалась на волнах рядом с кораблем, то и дело заглядывая в кают компанию, а корабль мчался все быстрее и быстрее, паруса развертывались один за другим, но вот началось волнение, сгустились тучи и засверкала молния. Вокруг вырастали высокие черные водяные горы, грозившие сомкнуться над мачтами, но корабль как лебедь падал в бездну между водяными стенами, потом снова взлетал на валы, громоздящиеся друг на друга. Русалочку буря только забавляла, а морякам приходилось туго. Корабль скрипел и трещал, толстые доски гнулись под сильными ударами, волны перекатывались через палубу, вот грот мачта переломилась, как тростинка, корабль лег на бок и вода хлынула в трюм. Тут русалочка поняла, какая опасность грозит кораблю, ей самой приходилось остерегаться бревен и обломков, носившихся по волнам, как темно вокруг стало, хоть глаз выколи, но вот опять блеснула молния и русалочка вновь увидела людей на корабле, каждый спасался как мог, она отыскала глазами принца и увидела, когда корабль развалился, что юноша тонет. Сначала русалочка очень обрадовалась тому, что теперь он попадет к ним на дно, но потом вспомнила, что люди в воде жить не могут и если принц и попадет во дворец ее отца, то лишь мертвым. Нет-нет, он не должен умереть и она поплыла между бревнами и досками, позабыв о том, что они в любую минуту могут ее раздавить, пришлось ей то нырять вглубь, то высоко взлетать вместе с волнами, но вот наконец она догнала принца, который уже почти выбился из сил и не мог больше плыть по бурному морю. Руки и ноги отказались ему служить, глаза закрылись и он бы погиб, не явись на помощь русалочка. Она приподняла над водой его голову и понеслась вместе с ним по воле волн. К утру непогода стихла, от корабля не осталось и щепки, а солнце красное и пылающее опять засияло над водой, и его яркие лучи как будто вернули щекам принца их живой румянец, но глаза юноши все еще не открывались. Русалочка откинула мокрые волосы с олба принца и поцеловала этот высокий красивый лоб. Ей показалось, что принц похож на мраморного мальчика, украшающего ее садик. Она поцеловала его снова и от всего сердца пожелала, чтобы он остался жив. Наконец показался берег и вздымавшиеся на нем высокие, синеватые, уходящие в небо горы, на вершинах которых точно стояли беде и белели снега. Внизу у самого берега зеленели густые леса, неподалеку выселось какое-то здание, видимо церковь или монастырь. В саду окружающем здании росли апельсиновые и лимонные деревья, а у ворот стояли высокие пальмы. Море вдавалось в белый песчаный берег, небольшим глубоким заливом, где вода была совсем спокойна. Сюда-то и приплыла русалочка. Она положила принца на песок и позаботилась о том, чтобы голова его лежала повыше, освещенная теплыми лучами солнца. В это время в высоком белом здании зазвонили в колокола и в сад высыпала целая толпа молодых девушек. Русалочка отплыла подальше за высокие камни, торчавшие из воды, покрыла себе волосы и грудь морской пеной. Теперь никто не различил бы в этой пене ее светлого личика и стала ждать, не придет ли кто на помощь бедному принцу. Ждать пришлось недолго. К принцу и сначала очень испугалась, но быстро успокоилась и созвала людей. Затем русалочка увидела, что принц ожил и улыбнулся всем, кто стоял вокруг него, а ей не улыбнулся. Он ведь не знал, что это она спасла ему жизнь. Грустно стало русалочке, и когда принца увели в большое белое здание, она печально нырнула в воду и уплыла домой. Она всегда была тиха и задумчива, а теперь стало еще тише, еще задумчивее. Сестры спрашивали, что она видела на море, но русалочка молчала. Не раз и вечером, и утром подплывала она к тому месту, где оставила принца. Видела, как созрели и были сорваны плоды в садах, видела, как на высоких горах стоял снег, но принц не появлялся, и русалочка возвращалась домой с каждым разом все печальнее и печальнее. Единственной ее отрадой было сидеть в своем садике, обвивая руками красивую мраморную статую, похожую на принца. За цветами она больше не ухаживала. Они росли по своей воле, даже на дорожках, переплетались длинными стеблями и листьями, с ветвями деревьев. И вскоре в запущенный садик совсем перестал проникать в свет. Наконец, русалочка не выдержала, рассказала обо всем одной из своих сестер. От нее о принце сейчас же узнали и все остальные сестры, но больше никто, не считая еще двух-трех русалок, которые никому об этом не говорили, кроме как самым близким своим подругам. Одна из русалок тоже видела и праздник на корабле, и самого принца, и даже знала, где находится его владения. «Поплывем вместе, сестрица!» сказали русалки-сестры, и рука об руку поднялись на поверхность моря, близ того места, где находился дворец принца. Дворец был из светло-желтого блестящего камня с большими мраморными лестницами. Одна из них спускалась прямо к морю. Великолепные вызолоченные купола выселись над крышей, а в нишах между колоннами, окружавшими все здание, стояли мраморные статуи, совсем как живые. Сквозь прозрачные стекла высоких окон были видны роскошные покои. Всюду висели дорогие шелковые занавеси, всюду были разосланы ковры, а стены украшены большими картинами. Загляденье, да и только. посреди огромного зала журчал большой фонтан и струи его били высоко-высоко под потолок. Потолок был сделан в виде стеклянного купола и лучи солнца свободно лились внутрь, освещая воду и чудные растения, росшие в обширном водоеме. Теперь усалочка знала, где живет принц и стала часто приплывать ко дворцу вечерами или ночью. Ни одна из сестер не осмеливалась так близко подплывать к земле, как младшая. Она вплывала даже в узкий канал, который протекал прямо под великолепным мраморным балконом, бросавшим на воду длинную тень. Тут она останавливалась и подолгу смотрела на молодого принца, а он-то был уверен, что сидит при свете месяца в полном одиночестве. Много раз видела русалочка, как он катается с музыкантами на своей нарядной лодке, украшенной реющими флагами. Она выглядывала из зарослей зеленого тростника, и если люди иной раз замечали ее длинную серебристо-белую вуаль, развивающуюся на ветру, то принимали ее за лебедя, расправляющего крылья. Не раз также слышала она, как говорили о принце-рыбаке, ловившей по ночам рыбу. Они рассказывали о нем много хорошего. И русалочка радовалась, что спасла ему жизнь. Когда его полумертвого швыряли волны, она вспомнила о том, как крепко прижимала тогда груди его голову и как нежно целовала его. А он ничего об этом не знал. Она даже и присниться ему не могла. Все больше и больше начинала русалочка любить людей, все сильнее и сильнее тянула ее к ним. И земной мир казался ей куда больше ее подводного. Люди могли переплывать море на своих кораблях, взбираться на высокие горы к самым облакам. А земли, которыми они владели, их леса и поля, тянулись так далеко, что она не могла охватить их взглядом. Ей так хотелось побольше узнать о людях, но сестры не могли ответить на все ее вопросы, и она обратилась к бабушке. Старуха хорошо знала высший мир, как она справедливо называла землю, лежавшую над морем. А те люди, что не тонут, спрашивала русалочка, они живут вечно? Они не умирают, как умираем мы тут внизу в море? Вовсе нет, ответила старуха, они тоже умирают, и век их даже короче нашего. Мы живем триста лет, но когда нам приходит конец, от нас остается лишь пена морская, и нет у нас могил наших близких. Мы не одарены бессмертной душой, и наша русалочья жизнь кончается со смертью тела. Мы как тростник, срезанный себель, его уже не зазеленеет вновь. А у людей есть душа, которая живет вечно, даже после того, как тело превратится в прах. Она тогда улетает в прозрачную ввысь к сверкающим звездам. Как мы всплываем на поверхность моря и видим землю, где живут люди, так и они поднимаются в неведомые блаженные страны, которых нам не увидеть никогда. Ах, почему у нас нет бессмертной души? Грустно проговорила русалочка. Я бы все свои сотни лет отдала за один день человеческой жизни, чтобы потом вкусить небесного блаженства. Вздор! Нечего и думать об этом, сказала старуха. нам тут живется куда лучше, чем людям на земле. Неужели я и после смерти превращусь в морскую пену и не услышу больше музыки волн, не увижу прекрасных цветов и огненного солнца? Неужели мне никак не удастся обрести вечную душу? Нет, ответила бабушка, но если кто-нибудь из людей полюбит тебя так, что ты станешь ему дороже отца и матери, если он отдаст тебя всем своим сердцем и всеми помыслами и попросит священника соединить ваши руки в знак вечной верности друг к другу, тогда частица его души сообщится тебе, и ты тоже познаешь небесное блаженство, доступное людям. Этот человек вдохнет в тебя душу и сохранит свою, но этому не бывает никогда, ведь то, что у нас считается красивым, твой рыбий хвост, например, люди находят безобразным, они ничего не смыслят в красоте, по их мнению нельзя быть красивым без двух неуклюжих подпорок ног, как они их называют. Глубоко вздохнула русалочка и печально посмотрела на свой рыбий хвост. Будем жить дорадоваться, сказала старуха, повеселимся волю свои триста лет, это немалый срок, тем слаще покажется нам отдых после смерти. Сегодня вечером у нас при дворе будет бал. Вот было великолепие, какого не увидишь на земле. Стены и потолок громадного танцевального зала были из толстого, но прозрачного стекла, а вдоль стен рядами лежали сотни огромных розовых и травянистых зеленых раковин с голубыми огоньками внутри. Огни эти ярко освещали весь зал и, проникая сквозь стеклянные стены, озаряли самое море. Видно было, как стенам подплывают стаи больших и маленьких рыб, сверкающих то пурпурной, то золотистой или серебристой чешуей. Посреди зала вода мчалась широким потоком, и в ней танцевали водяные и русалки под свое чудесное пение. У людей таких дивных голосов не бывает. Русалочка пела лучше всех, и весь двор ей рукоплескал. На минуту ей стало весело, когда она подумала о том, что ни у кого и нигде, ни в море и ни на земле нет такого чудесного голоса, как у нее. Но потом она опять стала вспоминать о надводном мире, о прекрасном принце и грустить о том, что у нее нет бессмертной души. Вскоре она незаметно выскользнула из дворца, и пока там пели и веселились, грустно сидела в своем садике. Вдруг сверху до нее донеслись звуки волторн, и она подумала, вот он опять, наверное, катается на лодке, как я люблю его. Больше, чем отца и мать, мысленно я постоянно с ним, ему я охотно верила бы свое счастье, всю свою жизнь, ради него и бессмертной души я пошла бы на все. пока сестры танцуют в отцовском дворце, поплыву-ка я к морской ведьме. Я всегда ее боялась, но, может быть, она теперь что-нибудь посоветует и как-нибудь поможет мне. И русалочка поплылась из своего садика к бурным водоворотам, за которыми жила ведьма. КОНЕЦ